В Усть-Кенельском стартовал 17-й Поволжский агрофорум. География участников, правда, шире и одним округом не ограничивается. Свою продукцию демонстрируют регионы России от Алтая до Санкт-Петербурга. Представлены и все районы Самарской области. Главный тренд – импортозамещение на каждом стенде. Кому санкции помогли выйти в сеть и на какие меры господдержки смогут рассчитывать отечественные производители. Все подробности в первом материале выпуска. Голодать точно не будем. На выставке это становится очевидным. В сельхозпредприятий огромное множество свежие и экологически чистые продукты. Чтобы все внимательно изучить, не хватит и нескольких суток. Кристианская и первом из Казани. Своем у Ярска, Красноярск. Сыры. Да, сыры. Домашние, да? Да, все домашние вставления. Сыры, зимпроцарь, йогурт у нас есть, и сметанка, и кефир. И, ну, все образцы. Где продаете? Ну, в Самару поставляем. Походу, да? И частно так вот. В райцентре. В райцентре, само собой. Да, и в Самару. Как отмечают большинство производителей, проблем с реализацией у них теперь практически нет. Во-первых, все же на руку пошли ограничения по поставке иностранных продуктов. А во-вторых, все больше население предпочитает товары, произведенные в своем регионе. Крупные торговые сети, понимая этот тренд, готовы к сотрудничеству. И даже акцентируют внимание на том, что у них есть Самарское. На выставке представлены как уже и довольно известные местные марки, так и начинающие игроки рынка. Мы входим в федеральную сейчас сеть, вот в перекресток, в карусель, в магнит, в метр вошли. По маленьким магазинчикам стараемся. Оборудование? Оборудование все немецкое, все импортное. Брали с нуля, специально брали, чтобы делать сразу качественный продукт. Пускай у нас оборудование не такого там высокого уровня, но в своем классе оно самое лучшее. Речь идет о производстве колбасных изделий и мясных товаров. Оборудование фабрики способно выпускать до 7 тонн в день, пока ограничиваются на трех, но готовы развиваться. Уже с главной сцены глава региона благодарит аграриев за их работу. Понятно, что время непростое, негативно отразилась засуха, но даже в таких условиях регион не только себя может обеспечить зерном, но и даже работает на экспорт. В животноводстве же по-прежнему в лидерах по стране. Активно идет прирост поголовья крупного рогатого скота. Губернатор награждает лучших сотрудников отрасли. Аграрии получают почетный знак трудовой славы. Он утвержден по инициативе главы региона и почетное звание заслуженный работник сельского хозяйства Самарской области. Это высокая награда, аванс за ту работу, которую мы должны сделать. У этой награды есть три слагающих. Это огромная поддержка и внимание Николая Ивановича. Это коллектив. И потом уже немножко я. Спасибо большое. Представлены на выставке и фермерские хозяйства. Благодаря грантам они развиваются и покупают современную технику. В этом году мы получили грант. Да. Получили грант. От души, от сердца. Огромное спасибо за то, что ваше слово поддерживается реальным делом. И это наше хозяйство выращиваем, делаем. И в Питер еще повезли. Да, еще и в Питере сейчас. Сейчас он у нас в Питере представляет нашу губернию. Активно работают регионы в плане импортозамещения. Челновершинский машиностроительный завод. Дальние аппараты. Их производство стоит 20-40 тысяч. Иностранного 70 тысяч. В качестве не уступают. Ценит нашу продукцию. Стабильная работа. У него у вас импортная. Крепия сосковая хорошая. Импортная. Нет, все свое производство. Полностью все свое производство. Но другая, как немецкая. В последние годы предприятие развивается. Увеличен штат сотрудников. Проблем с реализацией продукции нет. Мы за три года в три раза увеличили объемы господдержки. В прошлом году мы выделили денег нашим сельхозпроизводителям 6 миллиардов рублей. В 2012 году их было 2,2 миллиарда рублей. 6,2 миллиарда. Эта сумма на уровне 6 миллиардов рублей. И в этом году примерно та же сумма будет. Хоть бюджет сложный. Ситуация сложная. И в стране, и у нас. По словам главы региона, областное правительство и в дальнейшем будет поддерживать все начинания аграриев. Как неоднократно говорил президент России, сельское хозяйство – стратегически важная отрасль. Сергей Овчиньков, Ольга Павловская, Дмитрий Столяров. Новости губернии. Усть-Кенельский. Новости губернии.